Открывает парад! План Союза журналистов в России! Два фестивальных дня завершились подведением итогов. Это поистине самый волнительный момент. 38 телекомпаний представили свои работы в пяти номинациях. Конкуренция огромная, учитывая, что в одной номинации можно было представить до пяти работ. Плюс традиционный конкурс «Репортаж с колес». В этом году в нем участвовали 10 команд, две из видного. По правилам побеждают те, за кого телезрители отдадут большее число голосов. Первое место занимает репортаж «Любовь и голуби» телеканал «Радуга», город Павловский, Пасад. Свои силы в тележурналистике попробовала и наша коллега, исполняющая обязанности главного редактора газеты «Видновские вести» Наталья Чепурная. Ее сюжет, снятый в конкурсе «Репортаж с колес», по мнению профессионалов, стал одним из лучших. Мне очень понравилось. Репортаж – мой любимый жанр. Я хочу этим заниматься. Опыт я обязательно буду использовать и я надеюсь, когда-нибудь привезти что-то еще другое. Год культурного наследия народов России стал определяющим в организации 26-й Братины. Каждая из номинаций так или иначе касается культурного развития региона, где находится телекомпания-участница. С замиранием сердца журналисты наблюдали, как вскрывались конверты с именами победителей. По традиции, объявление лауреата первой степени начиналось с показа, отрывка работы победительницы. Внимание на экран. Участники проекта «Стихи» живут повсюду самые обыкновенные жители нашего города. Рабочие и учителя, спортсмены и волонтеры, пенсионеры и дети. Но к поэзии относятся с трепетом и вдохновением. Первое место. «Видное ДВ». Город «Видное». За программу «Стихи» живут повсюду. Братья, пожалуйста. Вы еще не принимали участие в проекте «Стихи живут повсюду». Я думаю, Наталья Замарина, идея на вдохновительном проекте, когда-нибудь доберется и до вас. Потому что «Видное» уже в полном составе читает стихи. Спасибо большое. Стихи живут повсюду. Фильм, созданный благодаря сотрудничеству телекомпании «Видное ТВ» и историко-культурного центра Ленинского округа. Выдумывать не буду. Скажу на чистоту. «Стихи растут повсюду, а с ними я расту». Легенда фестиваля, руководитель студии «ТВ-развилка» Иосиф Гринберг, считающийся журналистом вне времени и форматов, по количеству призов на этот раз обошел наш телеканал, взяв третье место в номинации «Край родной на век любимый» и первое за ролик о культуре. «Мне не хочется быть как все. Я и не могу быть как все. Мне тогда интересно, когда я что-то свое придумаю. И самое главное, во всех номинациях фигурируют мои стихи. Оказывается, стихи, они очень много умеют выражать и очень сильно умеют выражать. Это и любовь к родине, это и даже юмористические вещи, и даже призыв к миру – все это одно». Гостьей фестиваля стала заведующей отделением обслуживания Центральной библиотеки Ленинского округа Марина Андрианова. Ее мастер-класс «Текст как основа донесения информации» стал одним из самых ярких в череде тренингов телемарафона. А на церемонии закрытия Марина Алексеевна удостоилась чести вручить одну из наград. Кроме того, она и сама отправила работы на Братину. Вот эта журналистская тусовка, она очень необычная. Ну, я как автор, да, мне интересно вот все равно и с пишущими людьми пообщаться, и с теми, кто снимает. Они все равно люди слова, все равно они связаны, их профессия со словом, и это очень интересно. С ощущениями тепла и добра, а также с надеждой на встречу через год заканчивался фестиваль Братина. А общая фотография даже через много лет напомнит всем об этом ярком и незабываемом празднике творчества. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.